Девушки отдыхают Никакого удовольствия, а вот как по старинке, не спеша, в прикуску с колотым сахаром, Держа блюдце в ладони с особым показным шиком, А главное, за самоваром дымком тянет. Хорошо. В России самовар появился в первой половине 18 века И сразу же стал душой каждого русского дома и генералом стола. Чай пили с прихлёбом, с присвистом, до седьмого пота, Обязательно горячим, так, чтоб губы жёг. При этом говаривали, чай холодный пить, что немилую целовать. Самовар кипит, уходить не велит. Чай пили не по одному стаканчику, по несколько стаканов чая. И чай был такой крепости, что говорили, Нужно, чтоб чай был таким, чтобы Москву сквозь него было не видно. Москва была самым чаёвным городом. Чай пили с утра и до вечера. Чай питье на Руси, оно всегда отличалось от чаепития в других странах. Оно более душевное. Детишки бегают, девочки помогают маме пироги испечь, булки, ещё что-то. Мальчики, можно я наколю лучиночек, можно я растоплю самоварчик, можно я поднесу, можно я донесу самовар. Самовар занимал первостепенное значение в жизни любой русской семьи. И везде упоминалось. Были стихи о самоварах, были, опять же, хотя бы строчка о самоваре всегда упоминалось. Потому что самовар – это был кормилиц, это был паилиц, это был центр всего внимания любой беседы. Светская ли беседа, там праздненство, либо простой обыденный день в какой-то семье. И самовар всегда занимал почётное место. Как ярко и вкусно описал привычный по тем временам картину застолья писатель Николай Кузьмин. Приедет ли, бывало, кто из уезда, зайдёт ли вечером гость ближний, и сразу же самоварчик и уж пыхтит на столе, как символ гостеприимства, домашнее желтобрюхое божество. И угощения на скатерти, свежесваренные в самоваре же яйца, и мёд, и крендели, чай пили и по праздникам, и просто так, и чтоб тоску разогнать, и чтоб потасковать в сласть. Как только гость приходил в дом, сразу хозяйка ставила самовар. Это было прям вот, самовар с утра до ночи практически, вот был тружеником, работал в доме. И легче было собрать людей, там не на бал, не к обеду, а именно позвать на чай, где в дружеской беседе можно было обсудить какие-то новости, полакомиться там чем-то и попить чайку, горячего чайку. Самовары известны многим народом, но всё же во всём мире есть понятие русский самовар. Чем русские самовары отличаются от других? От турецких, от иранских, от персидских, понимаете? Ну, в русских самоварах есть душа. Вот почему в России самовары легли, как я всем говорю, на душу русского человека. Вот в России всё было связано с душой. Душа лежит, душа не лежит, душа поёт, с души воротит. Вот ты смотришь на турецкий какой-нибудь самовар, ну, фольга сплошная, вот просто сразу же прям взглянул, нет, это не моё, не наше, понимаете? Вот, а на русский самовар смотришь, о, так это же наш, родненький ты мой. Смотря какой бы он формы ни был, почему он называет русский самовар? Ну, во-первых, потому что только в России он получил именно такую компоновку. То есть, основание на четырёх ножках, обязательно, приподнятое над столом. Должен быть стол был чем-то покрыть, на голову никогда не ставили. Почему-то у большинства из нас сложилось мнение, что самовары выпускали только в Туле. Каждому известна и присказка. В Тулу со своим самоваром не ездят. Представьте себе, 12 лет в Москве стали самовары делать ранее, чем в Туле. На самом деле, первые самовары, они появились за Уралье. Это были демидовские фабрики, которые вот изготавливали первые самовары, которые сейчас достаточно большая редкость. В 1788 году была открыта фабрика Силина в Москве, тоже в Москве. И он делал самовары и различные медные предметы, посуду, медную посуду, только для стран Азии. Самовары вот сейчас встречаются, везут к нам из Турции, из Сирии, там из Марокко, где написано, фамилия там русская, а написана она там арабской вязью. Нет земли в России, матушке, такой, где бы не выпускался самовар. Но все-таки самоварной столицей стал город Тула, где в начале 20 века насчитывалось более 60 самоварных фабрик, которые выпускали 160 видов фасонов самоваров на сумму более 6 миллионов рублей. Самовары работы тульских мастеров считались ценным подарком. Их преподносили и русским императорам, и советским вождям. Особенно ценились те, что были изготовлены на фабрике братьев Баташовых. Это самовар братьев Баташовых, то есть это производство конец 19-го, начало 20-го века. Самовар достаточно интересной формы, такой красивый венчик с рисунком. Сами грани достаточно такие мощные, чем отличались Баташовские самовары от других. Многие мелкие производители, чтобы в древолюционной России самовары лучше продавались, они ставили клеймо, Баташов крупными писали, а преемник, там, Сидоров-Петров, мелкими буквочками. И самовары лучше продавались. Самовары Баташовых, они всегда славились именно своим качеством, мощью своей. Металл у них был всегда толще. К концу 19-го века у Баташовых появились конкуренты. Немцы Носберг и Теллия. Они производили самовары модных сложных форм, украшали их изысканной резьбой. Но самовары эти были по карману далеко не каждому. Стоили они, как корова или три козы. Считалось, что купить самовар, это большое было событие. Это даже было, наверное, событие более для деревни, это более, наверное, значимое, чем купить корову. Потому что не каждый мог себе позволить. И вот самовар, кто приобретал, то есть ходили в гости. То есть любое празднество, торжество, шли со своим самоваром. А вы посмотрите, вот старую хронику, смотришь, вот гражданская война, там, отечественная. Люди на себе тележки везут. А что там у них? Зимняя одежда, там валенки, подушка и самовар. Хотя во многих семьях было два самовара. Один праздничный, а второй самовар, который повседневный. И вот праздничный всегда стоял где-то в зале, там, стоял на тумбочке, там, на полушкафчике. Он красовался, и его использовали по праздникам, по большим, когда собирались такие более значимые, наверное, люди. И повседневный, который всегда, он с утра до вечера пыхтел, шумел и поил чаем всю семью, либо там кто-то заходил в гости. Субтитры создавал DimaTorzok